У Могилёве отродили Пакровский храм, побудовали его за 4 годы. А церемония священия собрала шмат гостей, верников, святеров и представников улады. Новый храм разместился на территории Подниколья, место гисторичное. Миновито тут находился ансамбль Пакровской царквы с храмом Званицей. 17-го года. Это культовое избудование Могилёв страцил в середине минулого года. За одновление святыни выступали верники, и мара здействовалася. Люди, вспоминая, что раньше был храм, сочли, что важно, нужно восстановить то, что было построено их благочестивыми предками. Потому что это и связь с историей, это и сохранение духовного наследия, и сохранение тех нравственных принципов, которыми жили наши предки, и те, которые нам надо сохранить в наше время. Одновить обличча разбуранного храма удалось по старых фотографиях. И малюнках. Однолинная царква успешно отримала рисы храма 17-го стагодия. Это был узор Могилёвской школы дойлитства. Царкву пригоживали уникальные фрески. История храма прошла через столетие. Она уникальна. Она уникальна тем, что многие исторические личности здесь были. То есть он стоял во времена Северной войны Петра Первого, во время Наполеоновского нашествия. Пережил Первую мировую войну. У 30-е годы минулого стагодия Покровская царква была одиннодзеючей у Могилёве. А пошнюю службу незадолго до своего арышту тут провел архиепископ Могилёвский Паулин Крошачкин. Прилеченный у Новый Час далеку святых новопахутников и исповедальников. Это был очень отзывчивый человек. Всегда с ним отсюда, с места его кафедры, это последняя кафедра была в городе Могилёве. Шла с ним ватага детей. Они провожали его до нашего дома. Покровскую царкву почали узводить у 2018-м годе. На будовництво спотребилось 4 годы. Это радость всего Могилёва, возрождение наших всех святынь. И я всех хочу поздравить с этим большим праздником, тихим и большим. Хочу, чтобы был Покров над всеми нами, чтобы мы хорошо долго жили, как говорится, и праздновали, и трудились во славу нашего города и нашей страны. Под час освящения храма отбылся хрестный ход. Потом литургия. З нагоды освящения царквы старшиня Абалвыканкама Анатолий Саченко Покровской царкве передаў образ. Вольга Шпаковская, Татьяна Беловусова, Виталий Алексеенко. Новины регионы. Новина регионов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова